Мы переступаем ко второй части темы «Крест в центре». На предыдущем семинаре я рассказал о трех основных причинах, почему крест должен всегда быть в центре нашего внимания. Божий план спасения не действует без креста. Позвольте мне еще раз повторить эти три причины. Во-первых, крест — это вседостаточная и всеобъемлющая жертва, благодаря которой Бог восполняет все наши нужды. Это единственная причина, на основании которой Он восполняет наши нужды. Во-вторых, через крест мы получаем сверхъестественную благодать, для того, чтобы исполнить все, что Бог заповедал нам. Без благодати ни один человек не в силах жить по Божьим стандартам. И, наконец, в-третьих, через крест Бог высвобождает сверхъестественное подтверждение проповеди Евангелия чудесами и знамениями. Если наша проповедь не сопровождается сверхъестественными чудесами и знамениями, то мы проповедуем неполное Евангелие. Сейчас я хотел бы поговорить о следующих трех причинах, почему крест должен быть в центре нашей жизни. И третью сегодняшнюю причину я разбил на две части. Поэтому первые три и вторые три вместе шесть, а если шестую разделить на две, всего составляет семь. «Цифра семь всегда вызывает у меня чувство удовлетворения. Когда я дохожу до семи, я останавливаюсь». Итак, следующая причина, и она очень важная, и дьявол изо всех сил пытается закрыть ее от нашего понимания и мешать использовать ее. Дело в том, что крест — это источник нашей полной победы над сатаной. Через крест Иисус нанес сатане полное, окончательное и необратимое поражение. Сатана не в силах это изменить. Когда он понял это, то было уже слишком поздно. Смерть Иисуса стала его смертным приговором. И с тех пор он всячески пытается скрыть истинное положение вещей от наших глаз. Никогда не пытайтесь воевать с сатаной с помощью какой-то другой силы, кроме силы креста, потому что вы обязательно проиграете. Сатана сильнее и хитрее нас с вами. В Служении Освобождения, которым я занимаюсь уже около 30 лет, я обнаружил, что бесов не впечатляет теология. Их не впечатляет динаминация, в которую мы ходим. Они не боятся ни пятидесятников, ни баптистов, ни харизматов. Но бесы трепещут перед теми, кто противостоит им силой креста. Я много раз видел, как бесы панически дрожали, когда им напоминали о поражении сатаны на кресте. Давайте вместе откроем послание Колоссянам, вторую главу. Стихи с 13 по 15. Это довольно глубокие стихи, и я даже не берусь полностью раскрыть их смысл, но я верю, что Святой Дух положит вам в сердце самое главное. Колоссянам, вторая глава, с 13 по 15 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. «И он взял его от среды и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Заложите пока это место пальцем, мы к нему сейчас еще вернемся, а сейчас откройте Евангелие Луки, 11 главу. Стихи 21 и 22. Это притча, которая проливает свет для правильного понимания доктринальной истины, которую мы только что прочитали в послании Колоссянам. Иисус говорит, «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Представьте себе некоего тирана, деспота, который живет в укрепленном замке с толстыми крепостными стенами. В этом замке он хранит все разграбленное и отобранное у людей, которых он угнетает. На него работает множество рабов, и у него большое вооружение, и он считает себя непобедимым и неуязвимым. Но находится некто, более сильный. Этот некто выступает против него, побеждает его, и, обратите внимание, отбирает все оружие его, на которое он надеялся, и разделяет похищенное у него. Как вы думаете, кто этот тиран? Сатана, правильно. А кто победил Сатану? Иисус. То есть, это притча о том, как Иисус победил Сатану. Сатана контролировал все. Он обокрал нас в благословении и избытке, который нам Отец приготовил. Он считал себя неуязвимым и непобедимым. Но, слава Богу, на сцене событий появился Иисус. И на кресте он нанес Сатане полное, окончательное и бесповоротное поражение. Он отобрал у Сатаны все его оружие и отпустил всех его пленных. И еще в придачу сказал пленным, «Разберите все награбленное». Так сам Иисус изобразил Свою победу на кресте. А теперь мы возвращаемся к Колоссянам, вторая глава, стихи с 13 по 15. И посмотрим, как Он это сделал. То, что когда-то я был философом, помогает мне по достоинству оценить значение этих стихов. Есть определенное преимущество в том, чтобы быть философом. По крайней мере, учишься логически рассуждать. У меня нет времени углубляться в эти стихи, но мой ум определенно этого хочет. В 15 стихе мы читаем, что Иисус отнял силы у начальств и властей. На чьей стороне были эти начальства и власти? На стороне Сатаны, правильно. В Ефесянах 6 главе говорится, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств и властей, против мироправителей тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных. Итак, Иисус победил их и отобрал их оружие. Он опозорил их. И дальше мы должны понимать, на каком основании Он это сделал. Без этого наша победа останется теорией. Какое оружие Сатана использует против человечества? Ответов может быть много, но меня сейчас интересует только одно. Один. По-моему, кто-то сказал правильно. Правильно. Вина. Вина. Приведу вам простой, вымышленный пример. Это могло произойти много столетий назад. Мы знаем, что, по крайней мере, во времена Иева, Сатана имел доступ в Божье присутствие. Потому что, когда прицали ангелы перед Господом, мы читаем, что и Сатана пришел среди них. Как это похоже на него? Он знает, что совершил непоправимую ошибку, но все равно приходит в Божье присутствие. И, насколько я понимаю, то никто, кроме Господа, не узнал, что это был Сатана. Павел говорит, что он может являться в образе ангела света. Но как бы то ни было, мы знаем, что между Богом и Сатаной состоялась беседа. «Ты рад, что они беседовали не о тебе?» Я представляю себе Сатану хитрым, коварным, с большим бахвальским ртом. И иногда я представляю, как Сатана говорит Богу, «Послушай, Бог, я знаю, что ты праведен и свят. Это мне известно. Я знаю, что я бунтарь. И я вижу озеро огненное, которое ты приготовил для меня во внешней тьме. И я признаю, что я это заслужил. Я не возражаю, но я хочу сказать только одно. Те люди, которых ты сотворил по своему образу и подобию, которых ты так любишь, они такие же бунтарей, как и я. И ты это прекрасно знаешь. И твоя справедливость, Бог, требует, чтобы ты послал их в озеро, огненное вместе со мной и с моими ангелами. И, как я себе представляю, Бог ничего не отвечает в ответ. Иногда самая лучшая реакция — это молчание. Молчание раздражает Сатану. Он обижается, когда им пренебрегают. У Бога был план. Знаете, какой у Бога был план? Его план — это послать Иисуса на землю. На сцене событий появляется Иисус, последний Адам. Он во всем уподобился потомкам Адама. Сатана охотится за ним и подстраивает его смерть. Иисус умирает, взяв на себя всю вину падшего человечества. Он понес полное наказание. И его смерть и воскресение уничтожают бремя вины в жизни тех, кто уверовал в него. И мы должны принять это верой. Теперь вы понимаете, что сделал Бог? Он избавил нас от озера Огненного. В своей справедливости Бог простил нас и наказал Сатану. И Библия говорит, что «Участь Сатаны уже предрешена». Это озеро Огненное. Иисус не принял образ ангела, чтобы искупить грехи ангелов. Он принял образ человека, чтобы искупить падшее человечество. И мне кажется, что и вечности будет недостаточно, чтобы понять, почему Бог так заботится о человеке. Это непостижимо. В Библии много непонятного и непостижимого. Если вы никогда не удивлялись, читая Библию, я думаю, что вы ее еще не поняли. Библия — это удивительная книга. На основании того, что сделал Иисус, Бог может справедливо наказать Сатану и при этом справедливо помиловать тех, кто принял жертву Иисуса на кресте. Без пролития крови не бывает прощения. «Смертью Своего Сына Бог освободил нас от вины». Во-первых, от вины за наши прошлые грехи. В конце 13 стиха написано, что Он простил нам все грехи, все непослушание. Все наши грехи Бог наказал в Иисусе. Теперь Бог может простить нас и при этом оставаться справедливым. Прошлое очищено. Если вы уверовали в Иисуса и приняли Его благодать, то Бог стер все ваше прошлое. Он забросил каждый ваш грех в пучину забвения и сказал, «Грехов и беззаконий не вспоминал более». И как сказала Кори Тенбум, Иисус поставил в том месте знак «Ловля рыбы запрещается». Вот что сделал Бог с нашим прошлым. Если вы уверовали в Иисуса, вы должны иметь твердую убежденность, что все ваши грехи прощены и забыты. Мы сейчас не говорим о неисповеданных грехах. Если у вас есть неисповеданные грехи, исповедуйте их. Что происходит, когда мы исповедуем грехи? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но что делать дальше? Что делать с будущим? Что делать, чтобы не возвращаться к старым грехам? Это немножко сложнее. Бог упразднил закон Моисеев как средство достижения праведности перед Богом. Писание говорит, что Иисус истребил бывшее о нас рукописание, то есть закон, который был против нас и пригвоздил его ко Кресту. В одной песне поется «Наши грехи пригвоздил ко Кресту». Я с этим до конца не согласен. Закон был пригвожден ко Кресту, а не грехи. И те, кто пришел ко Кресту, вышли из-под сферы влияния закона. Теперь мы не под законом. Позже мы еще к этому более подробно вернемся. Хорошо. Как тогда человеку стать праведным перед Богом теперь? Слава Богу, закон упразднен, потому что ни один человек не в силах его исполнить в точности. В нем очень много разных нюансов. Но как же тогда достигнуть праведности перед Богом? В одном слове скажите. Правильно, верой. Вы совершенно правы. Все, что нам нужно, это вера. Не исполнение закона, а вера. Откройте вместе со мной римлянам 4 главу. Здесь нам в пример ставится Авраам. В Бытие 15 главе 6 стихе мы читаем, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Что вменилось ему в праведность? Вера. В конце 4 главы послания к римлянам Павел говорит, стих 22 и ниже, «Потому и вменилось ему, Аврааму, в праведность». А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменится ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Если мы верим в то, что Иисус совершил на кресте, мы становимся праведными вместе с Авраамом. Иисус был предан за грехи наши, понес наше наказание, воскрес для нашего оправдания, чтобы нам получить праведность по вере. Как и Авраам, мы получаем праведность по вере. Аврааму вменилась праведность не потому, что он соблюдал закон. Тогда еще даже не было закона. Так же и нам праведность вменяется не за дела, но за веру. Единственная праведность, которую принимает Бог, это праведность веры. И, насколько я понимаю, Бог не хочет, чтобы мы к этому пытались добавить что-то еще. Вера плюс закон, или вера плюс посещение церкви, вера плюс крещение, вера плюс добрые дела, вера и только вера. Только верой мы оправдываемся перед Богом. Реформация вернула эту истину церкви. Реформация не решила всех проблем, но зато церковь обрела утраченную веру в то, что праведность обретается только по вере. Бог отменил закон Моисея как средство достижения праведности перед Ним. И, слава Богу, Он не принес никакого нового закона. Когда я учу на эту тему, мне часто приходится видеть выражение неподдельного удивления на лицах своих слушателей. И я к этому уже привык, хотя так не должно быть, потому что это сердце Евангелия. И мне непонятно, как можно верить в Евангелие и не понимать эту истину. Позвольте мне привести вам еще одно место из послания Киевисяна 2 главе, начиная с 14 стиха. Здесь тоже говорится о кресте. Давайте прочитаем. «Ибо Он, Иисус, есть мир наш, сделавший из обоих одно, из язычников и евреев, и разрушивший, стоявшую посреди преграды, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей — учением». На этом мы остановимся. «Иисус упразднил вражду плотью Своею, а закон заповедей — учением». Закон не несет мир, а закон несет вражду. Во-первых, вражду между евреями и язычниками, которая, кстати говоря, длится уже около 4 тысяч лет, точнее, 3,5 тысячи лет. Евреи соблюдают закон и считают себя праведными. Мы не соблюдаем закон и тоже считаем себя праведными, даже больше праведными, чем они. И во-вторых, закон несет вражду между Богом и человеком, потому что, когда мы нарушаем закон, мы становимся врагами Богу. Поэтому Бог решил отменить закон Моисеев как средство достижения праведности. Написано, что закон заповедей заменил учением. Еще лучше, этот текст переведен в новом международном переводе Библии. Большинство людей хватаются за закон как за спасительную соломинку. И если эта соломинка не выдерживает, они тонут. Кстати говоря, это как раз то, что вам и нужно сделать. Нужно утонуть, а потом ожить. Соломинка все равно никого не спасет. Одним словом, что является ключом к обретению праведности? Вера. Давайте откроем 22 главу Луки. Во время последней вечери Иисус предостерегает Петра, что Петр трижды отречется от него. Давайте прочитаем дословно слова Иисуса в стихе 31 и 32. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе». О чем молился Иисус? О том, чтобы Петр не отрекся? Нет, чтобы не оскудела вера твоя. Петр, ты совершишь ошибку. Но если ты будешь продолжать верить, я подниму тебя. Это хорошая новость. Если мы будем продолжать верить, то Бог поднимет нас. У нас могут быть проблемы, мы можем терпеть поражение, но в праведность нам вменяется вера. Вспомните, сколько ошибок сделал, например, Авраам, даже после того, как Бог назвал его праведным. Он отдал свою жену в языческий гарем. Мужья, не делайте так. Бог не похвалил его за это, но тем не менее, даже после всего этого, вера Авраама вменилась ему в праведность. Когда понимаешь это, хочется сделать вздох облегчения. Бог не хочет, чтобы мы делали грех. Но если мы искренне хотим исполнить Его волю, но при этом мы допускаем какие-то ошибки, то все равно наша вера вменяется нам в праведность. Расслабьтесь. Успокойтесь. Просто верьте. Это все. Это освобождает нас от чувства вины. Крест уничтожил все обвинения сатаны против нас. Посмотрим в послание к Римлянам, 5 главу, 1 стих. Итак, оправдавшись чем? Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. В Римлянам, 8 главе, 1 стихе, говорится, «Итак, нет ныне никакого осуждения». Есть осуждение? Нет осуждения. Для кого? Для тех, кто исполняет закон, «Нет, для тех, кто во Христе Иисусе». И насколько я понимаю послание к Римлянам, то с 1 по 8 главу мы попадаем в некое путешествие. Я называю это путешествием по посланию к Римлянам. И в 8 главе описывается цель этого путешествия, цель, к которой мы должны стремиться в нашей жизни. Это жизнь по духу, которая приводит нас к вечному, неразделимому союзу с Иисусом Христом. 8 глава — это глава победы. Но к этой победе ведет только одна дверь. Дверь, 1 стих этой главы. «Нет ныне никакого осуждения». Невозможно жить в победе и жить в это же время под осуждением. И большинство христиан снова и снова и снова попадают под осуждение. И они теряют победу. Теряют, потому что не знают, как выйти из под осуждения. Теперь откроем откровение, 12 главу. Там рассказывается о нашем с вами враге. Некоторые верят, что описываемые там события уже произошли, но я лично считаю, что это еще лежит в будущем. Но не будем спорить. В этих стихах мы читаем о свержении сатаны и его ангелов с небес. В 10 стихе говорится, «И услышал я громкий голос, говоривший на небе, «Ныне настало спасение силой царства Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавшие на них перед Богом нашим день и ночь». Если я прав, и это еще не произошло, то это дает нам понимание, где сатана находится сейчас и что он там делает. Что он делает? Он клевещет на нас. Вы знали об этом? Именно поэтому на вас иногда наваливаются мрачные, депрессивные чувства. Сатана пытается навалить на вас чувство вины, и вы должны научиться побеждать это. Почему он клевещет на нас? Что ему нужно? Ему нужно, чтобы мы чувствовали себя виновными. Вы спросите, «Почему Бог не остановит его?» Я верю, потому что Бог поручил это сделать нам. Бог не будет за нас делать то, что мы должны сделать. В следующем стихе рассказывается, как заставить сатану замолчать. «Братья и сестры, я не беру с вас деньги, но если бы вы захотели заплатить мне за то, что я вам сейчас расскажу, у вас бы не хватило денег». Победа над чувством вины стоит очень дорого. Итак, они победили его, сатану. Заметьте, что между ними было прямое столкновение. Они лично победили его. Некоторые говорят, что сатана не может вредить верующим. Это не так. Это не по Писанию. Они победили его. Как? Кровью Агнца и словом своего свидетельства. Я расшифровываю это так. Мы побеждаем сатану, лично свидетельствуя о том, что кровь Иисуса сделала для нас. Свидетельство. В Ветхом Завете, для того, чтобы избежать Божий суд, евреи должны были помазать косяки и перекладины дверей кровью жертвенного Агнца. И кровь должна была наноситься и сопом, пучком травы, который омокался в кровь, и потом кровь наносилась на косяки дверей. Кровь Иисуса уже пролилась за нас. Христос — это жертвенный Агнец. Как применить силу Его жертвы, силу Его крови? Что такое Исоп? Ответ как раз в этом стихе. Исоп — это наше свидетельство. Своим свидетельством мы наносим кровь Иисуса на свою жизнь. Итак, мы побеждаем сатану, лично свидетельствуя о том, что кровь Иисуса сделала для нас. Если время позволит нам, мы сделаем несколько исповеданий. Но в Библии говорится, что кровью Иисуса мы искуплены из рук дьявола. Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Кровью Иисуса мы освящены. Мы искуплены. Говорите об этом постоянно. Сейчас я хочу попросить мою супругу подняться и стать рядом со мной. Я хочу успеть сделать это, потому что время приближается к концу, а мне еще нужно много что сказать. У нас есть исповедание, свидетельство, которое мы используем постоянно. Сейчас мы вместе сделаем это исповедание, потому что оно как раз основано на 12 главе Откровения. «Мое тело — это храм Святого Духа, искупленное, очищенное и освященное кровью Иисуса. Мои члены — орудия праведности, посвященные Богу на дела святые для Его славы. Дьявол не имеет части во мне, силы надо мною и права на меня. Все его права уничтожены кровью Иисуса. И я побеждаю сатану кровью Агнца, словом своего свидетельства, и не возлюблю своей жизни даже до смерти. Мое тело для Господа и Господь для тела». Спасибо, дорогая. Я буду продолжать. Это была демонстрация того, как мы применяем на практике победу Иисуса над сатаной. Итак, мы идем дальше. Следующая причина, о которой крест должен быть в центре нашего внимания, заключается в том, что через крест мы получаем доступ к сокровенной Божьей премудрости. Давайте снова вернемся к 1-му посланию Коринфянам, 2-й главе. Павел говорит, что он не проповедует мудрость века сего, но с 6-го стиха он начинает объяснять, какую же мудрость он проповедует. Он называет ее «тайной, сокровенной, премудростью Божьей». Еще будучи философом, я искал именно такой вид мудрости, тайную, сокровенную мудрость. Я не мог найти ее в религии, я не нашел ее в философии, я искал ее в йоге, я искал ее в самых невероятных местах, но не нашел ее нигде. И потом я обнаружил дверь. Дверь в форме креста. За этой дверью находится тайная, сокровенная премудрость Божья. Если бы вы могли стать на мое место, у вас бы перехватило дыхание от перспективы войти в эту дверь. Давайте прочитаем из 1 Коринфянам 2 главы 6 стих и далее. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Если вам от этого ни тепло, ни холодно, значит, вы еще ничего не поняли. Бог предназначил для нас свою сокровенную мудрость, чтобы мы вошли в Его славу. Разве это не замечательно? Бог от вечности хотел привести нас в свою славу. Его план сокрыт в сокровенной премудрости Божией. Дверь — это крест, и кто войдет через эту дверь, тот познает тайную, сокровенную премудрость Божию. Итак, читаем дальше. «Которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распили бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал того уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Божья премудрость познается ни чувствами, ни рассуждением, ни воображением. Чем она познается? Павел говорит, «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Для тех, кто вошел через крест, Бог открывает то, что невозможно познать разумом, чувствами или исследованием. Бог открывает это через откровение. Помните, я говорил, что Святой Дух признает только крест. Его не интересуют никакие другие причины. Его интересуют люди, которые поставили крест в центре своей жизни. «Знаете, я хочу дружить со Святым Духом. С Ним все идет хорошо. И я понял, что для того, чтобы с Ним подружиться, нужно превозносить Иисуса и проповедовать Христа распятого. Когда мы делаем это, Святой Дух приходит и обитает с нами. Ему хочется быть на наших служениях, потому что у нас с Ним одинаковые интересы. У нас с Ним одинаковая цель превознести Иисуса. Мне бы хотелось поговорить об этом поподробнее, но время не позволяет. Давайте теперь откроем послание к филиппийцам, третью главу. Филиппийцам, третья глава, седьмой стих и ниже. Это свидетельство Павла. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою». Он имеет в виду все свое наследие, как иудея. «Да и все почитаю щитою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Он говорит, «Меня не интересует ничего, кроме Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вы еще не забыли, что есть только одно основание для праведности, это вера во Христа. «С праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых». Главной целью жизни Павла было познать Христа. Он знал Его, он служил Ему много лет, но он хотел знать Его лучше. Знать силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Без креста невозможно достичь славы. Крест — это дверь к тайной сокровенной премудрости Божией, предназначенной к нашей славе. Есть один коротенький отрывок, записанный в послании Киефесяна, 2 главе, стихи с 4 по 6. «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Где мы находимся? На небесах. Что мы там делаем? На чем мы посажены? На чем мы сидим? Правильно, на престоле. В другом переводе говорится «Бог воцарил нас во Христе Иисусе». Крест можно сравнить с лифтом. Вы нажимаете кнопку и поднимаетесь на нужный этаж. Крест — это путь вверх. Когда мы отождествляемся со Христом через Его смерть, мы оживаем вместе с Ним, мы воскресаем в Нем. И это здорово, но это еще не все. На каком этаже останавливается лифт? На престоле. Мы царствуем вместе со Христом. Почему мы туда попали? Потому что сильно старались? Нет, потому что вошли в лифт. Крест — это дверь в лифт. Кто входит через эту дверь, тот достоин сесть на престоле? Я всегда с любопытством относился к скинии Моисея. Люди делятся на две категории. Одним интересно узнать больше о скинии, другим это вообще неинтересно. Я отношусь к первой категории, но я не осуждаю тех, кто относится ко второй. Так позвольте мне привести небольшой пример. если вы помните устройство скинии, то она была разделена на три части. Каждая часть имела разную степень освещения. Во внешнем дворе было естественное освещение. Солнце, луна, звезды. За завесой во святом святых не было естественного света. Павел говорит, что мы ходим верой, а не видением. Прохождение завесы — это шаг веры. Из святого святых мы попадаем во святилище, которое освещалось семисвежником, горящим на оливковом масле, что мне лично говорит о свете Божьего Слова. Но это еще не конец пути. Переход за первую завесу — это прообраз воскресения. Но прохождение за вторую завесу — это прообраз вознесения. Попадая за вторую завесу во святое святых, вы восседаете на престоле. Два основные служения Иисуса — это служение царя и служение священника. Эти служения совершаются за второй завесой. В святом святых нет совершенно никакого освещения. Там всегда темно. Кто хочет туда попасть? В эту маленькую комнатку кубической формы, в которой стоит только один предмет мебели. Хотите туда попасть? Звучит как-то не впечатляюще. Но истина заключается в том, что чем дальше идешь за Богом, тем меньше тебя интересует все остальное. И за вторую завесу попадают только те, кого больше всего интересует Бог. Там в темноте для них начинает светиться сверхъестественное сияние, так называемый шикайна, как это называют евреи. Это свет Божьего присутствия. Это тайная сокровенная премудрость Божия. Вы не обязаны идти за вторую завесу. Вы можете остановиться в любом месте. Например, нажать в лифте кнопку с цифрой 2 и подняться на лифте на террасу. Но лично я хочу добраться на самый верх. Смотря на жизнь великих мужей и жен Божьих, я вижу, что всех их отличала атмосфера какого-то одиночества. Бог был для них дороже всего остального. Если у вас есть Бог, у вас есть все. На этой мысли заканчивается 8 глава римлянам. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей. В 3 главе Колоссян говорится, что Христос есть все во всем. Павел говорит, что мне закон, что мне мое положение. Я не жалею об этом. Я приобрел гораздо больше. Я хочу попасть за вторую завесу. Я хочу познать Иисуса Христа. Мне не нужна теология. Мне не нужны доктрины. Мне нужно откровение. Мне нужно личное откровение об Иисусе Христе. Только это может удовлетворить жажду моей души. В этом моя жизнь. Мы подходим к третьей причине. это будет шестая причина в сумме двух семинаров. Последняя причина, почему крест должен быть в центре нашей жизни. Я надеюсь, у меня получилось заинтересовать вас. Если я не заинтересовал вас, значит, у меня ничего не получилось. Лично меня это приводит в восторг, так что я готов плясать, но не сейчас. Павел говорит, если я не выхожу из себя, то для вас. Эту причину, как я говорил, мы разделим на две части. Крест это наивысшая демонстрация Божьей любви к нам и демонстрация нашей ценности в его глазах. Повторю еще раз. Крест это наивысшее проявление Божьей любви к нам и демонстрация нашей ценности в его глазах. Сначала мы рассмотрим первую. Иоанна 15 глава 13 и 14 стихи. Иисус наставляет своих учеников и говорит, «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Другими словами, я покажу вам свою любовь, я отдам свою жизнь за вас». Готовность пожертвовать своей жизнью ради другого человека — это наивысшее проявление любви. В римлянам 5 главе Павел раскрывает природу Божьей любви. И также он говорит о непостижимости Божьей благодати. в римлянам римлянам 5 главе 6 стиха и по 10 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, обратите внимание, мы оправдались Его кровью, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись спасемся жизнью Его. Размышляя над этими стихами, я заметил четыре характеристики, четыре черты, которые были присущи всем нам, когда Христос умер за нас. В шестом стихе он говорит, что мы были немощны, мы были абсолютно бессильны изменить хоть что-то в своей жизни, мы полностью зависели от Божьей милости. Дальше Павел говорит, что Христос умер за нечестивых, мы были нечестивцами. Наша жизнь, наш образ мыслей, наше поведение были полностью враждебными Богу. Затем он говорит в восьмом стихе, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы были упрямыми, непослушными, мы даже и не пытались угодить Богу. нечестивцами. наконец, в десятом стихе говорится, что мы были врагами Богу. Итак, Павел говорит, что когда Христос умер за нас, мы были немощными, мы были бессильными что-либо изменить в своей жизни. нечестивыми. Нечестивым быть это значит, что в нас не было ничего такого, что привлекало Бога в нас. Все в нас было чуждо Божьей природе. В-третьих, мы были грешниками, мы были упрямыми, непослушными. И в-четвертых, мы были врагами, мы противились Богу. И вот в таком состоянии мы были, когда Христос умер за нас. Так сильно Он нас возлюбил. Нам очень-очень важно это понять. Я довольно часто встречаю людей, которые не уверены в том, что Бог любит их. Я уверен, что здесь таких нет. Или есть. Знаете, что ваша неуверенность и ваши сомнения не развеются до тех пор, пока вы не поймете, в каком состоянии Бог нашел вас и умер за вас. Только посредством этого можно обрести глубокий сердечный мир. Это единственное основание. Понимаете? Может быть, ваша уверенность в том, что вы любимы, основана на отношении людей к вам или на поддержке какого-то служителя. Если это так, то Бог однажды уберет это, потому что Он хочет, чтобы ваша уверенность в Его любви была основана только на жертве Иисуса. Когда вы будете проходить через мрачные периоды вашей жизни, когда вам будет непонятно, что происходит и как вы сюда попали, Бог покажет вам только одно. Он покажет вам крест. Это все, что вам нужно знать. Проблема многих из нас в том, что мы знаем слишком много. Поэтому Бог хочет, чтобы мы поняли, что достаточно знать тот факт, что Христос умер за нас. В 8-й главе послания к римлянам Павел продолжает говорить о Божьей любви. Римлянам 8-я глава 35-й стих. Проблема в том, что если я открываю послание к римлянам, меня оттуда не вытащишь. Так 35-й стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умершвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Это говорится о Божьем народе. И несмотря на все это, нас невозможно отлучить от Божьей любви. Знаете ли вы, что во многих частях мира верующие и сегодня сталкиваются с такими же трудностями? Если в вашем христианстве вы не оставили места для скорбей, то пересмотрите свою теорию. не существует гарантий, что в этом году не произойдет ничего совершенно неожиданного. Но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе Нашим. Это конечный пункт назначения путешествия по посланию к римлянам. Неразделимый вечный союз со Христом и вечное пребывание в Его любви. У нас как раз осталось время, чтобы поговорить о второй стороне последней причины. Первая сторона это Божья любовь к нам, и вторая сторона это наша ценность в Божьих глазах. Кто-то из присутствующих здесь подметил, что у людей в этой стране очень заниженная самооценка. Я не знаю, так это или нет, потому что в теле Христовом это вообще больная тема. И снова-таки, в этом случае есть только одно основание нашей истинной ценности, и это крест. Допустим, если я хочу продать дом, я не знаю, какие у вас здесь цены на дома, допустим, я продаю дом за 120 тысяч долларов, но никто не хочет платить за него больше 80 тысяч, поэтому ценность моего дома определяется тем, сколько за него готовы заплатить, то есть 80 тысяч. Поэтому ваша ценность определяется не тем, во сколько вы себя оценили, а тем, во сколько вас оценил Бог. Что Бог заплатил за вас? Скажите мне. Крови Иисуса. Давайте откроем вместе 20 главу Деяния 28 стих. Деяние 20, 28. Павел дает наставление пресвитерам, и он говорит, «Итак, «внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Церковь куплена кровью Бога, кровью Бога через Иисуса. В 1 Петра 1 главе в стихах 18 и 19 Петр говорит, «Зная...» Проблема многих из нас в том, что мы не знаем. «Зная, что не тленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Непорочность значит безгрешная природа, а чистота значит безгрешная жизнь. Иисус — это совершенный Божий Агнец. В книге Левит в 17 главе 11 стихе мы читаем, что душа тела в крови, и Бог говорит, «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши». В книге Исаии 53 главе 12 стихе говорится, что Иисус предал душу свою на смерть. Христос пролил на кресте свою кровь и предал свою душу как цену искупления человечества. В Псалмах мы читаем, что Бог наполняет нас из источников спасения. Бог заплатил за нас с избытком. Жизнь святого Бога стоит больше, чем жизни всех людей, живших когда-либо на лице земли. Эта жизнь была заплачена для того, чтобы выкупить нас из рук дьявола. Мы искуплены, Библия говорит, кровью Иисуса. В 106 Псалме 2 стихе сказано, «Тогда скажут искупленные Господом, которых искупил Он из руки врага». Искупление не действует, если мы так не говорим. Наши слова приводят искупление в действие. Кровь Иисуса искупила меня из рук дьявола. Давайте скажем это вместе. Кровью Иисуса я искуплен из рук дьявола. И, наконец, последний пример, который мне очень нравится. Матфея 13 глава 45-46 стихи Это одна из самых коротких притч Иисуса. Ее истолкуют по-разному. Я предлагаю вам свое понимание. Если вы не согласны со мной, то просто снесите меня. Для меня это просто очевидно. Итак, «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Как я понимаю, Иисус это купец, ищущий жемчуг. Он разбирается в цене жемчуга. И вот он находит одну настолько драгоценную жемчужину, что он решает продать все, что у него было. Представьте себе такую картину. Купец приходит с работы домой, и жена спрашивает его, «А где машина?» Он говорит, «Продал». «Продал машину?» «Зачем?» «И машину, и дом». «Продал дом?» «Теперь нам придется жить на даче». «Нет, я продал дачу». «Я продал все, что у меня было». «Продал все?» «Но почему?» «Потому что я нашел то, что стоит дороже всего, что у нас было». «И что же это такое?» «И он открывает руку и показывает жемчужину». «Она стоит того, что я заплатил за нее». «Что это за жемчужина?» «Это вы». «Это ваша душа». «Если бы Иисус знал, что вы единственный человек, который примет спасение, он все равно бы умер за вас». «Я хочу, чтобы вы начали думать о себе как о жемчужине, которая лежит на ладони Господа». И он обращается сейчас к вам и говорит «Я отдал все, что у меня было, чтобы купить тебя. Ты очень дорог для меня. Никогда больше не говори, что ты не ценен. Для меня ты стоишь всего. Я отдал за тебя все, что у меня было. ты прекрасен. Ты само совершенство. Я знаю цену вещам. Я был бы готов отдать за тебя и то, чего у меня даже нет. Ты жемчужина в моей руке. Ты веришь в это? Ты принимаешь это? Это изменит твою жизнь, если ты поверишь в это. Твоя ценность это то, что Бог заплатил за тебя. Не позволь миру обокрась тебя в этом. Ты стоишь столько, сколько Бог заплатил за тебя. Скажете Господу, спасибо тебе, Господь. тебя.